Доброго времени суток! В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Что входит в понятие переоборудования транспортного средства и где та грань, при которой требуется регистрировать доработки автомобиля в ГИБДД? Порядок и периодичность прохождения техосмотра для различного вида транспортных средств. Юные инспекторы движения в Мегино-Кангаласском улусе. Повторение «Мать учения». Правила дорожного движения в нашей студии проверит телеведущий Павел Танин. Ну а в начале выпуска мы предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 12 по 18 сентября зарегистрировано 15 дорожно-транспортных происшествий, где погибло 2 человека и различные травмы получили 17, в том числе трое несовершеннолетних. Так, 17 сентября 25-летний водитель, двигаясь на грузовом автомобиле со стороны города Алдан в сторону города Нерингрей, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении погрузчиком. В результате происшествия водитель погрузчика от полученных травм скончался на месте происшествия. 13 сентября в городе Таммод Алданского района несовершеннолетний водитель, управляя мопедом без государственного регистрационного знака, совершил столкновение с автобусом. Двумя днями позже в Верхневилюйском районе 16-летний подросток, управляя мотоциклом, не справился с управлением и совершил съезд в овраг. 13 сентября на улице Свердлово в городе Якутске водитель, управляя автомашиной Toyota Vitz, не выдержал безопасную скорость движения, в результате чего совершил наезд на впереди стоящую автомашину, которая от удара совершила наезд на далее впереди стоящий автомобиль. Водитель, устроивший массовое ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения. Владимир, как часто пьяные водители садятся за руль и много ли среди них отказываются проходить медицинское освидетельствование? Инспектора ДТП отстраняют от управления более 10 водителей, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, либо с признаками. С признаками у нас управляют те лица, которые отказываются от прохождения медицинского освидетельствования. Я предлагаю напомнить телезрителям, чем грозит водителю отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования грозит водителю лишением водительского удостоверения. Это согласно части 1 ст. 12.26. То есть те же санкции, как и за управление транспортным средством в состоянии опьянения, даже если вы пройдете медицинское освидетельствование, либо при помощи технического средства ЛКТС. Ну и также по части 2 ст. 12.26 Кодекса Федерации административного правонарушения за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, то есть уже будучи лишенным, ему уже грозит либо штраф до 30 тысяч, либо арест до 15 суток. Спасибо, Владимир. Вас благодарим за очень полезную информацию. Ну а мы продолжаем. Как известно, с декабря прошлого года были внесены изменения в федеральный закон о техосмотре транспортного средства. Теперь прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств стало добровольным. Организацию и проведение технического осмотра осуществляют сотрудники госавтоинспекции. Далее эту тему продолжит наш следующий материал. Так техосмотр, как обязательную процедуру, сохранили для нескольких ситуаций. Для такси, автобусов и грузовиков это по-прежнему обязательная процедура. Техосмотр необходим, когда с года изготовления автомобиля прошло более 4 лет, включая год его изготовления. Когда меняется владелец транспортного средства, с года изготовления которого прошло более 4 лет. Когда меняется конструкция или основной компонент транспортного средства. Также в списке ситуаций, когда техосмотр все-таки понадобится, указан следующий пункт. В случае визуального обнаружения признаков наличия у автомобиля технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения. На территории республики Саха-Якутия действует 29 пунктов технического осмотра транспорта средств. Из них 15 на территории города Якутска. На сегодняшний день действуют 3 пункта, которые проводят технический осмотр автобусов с участием сотрудника госавтоинспекции. Еще следует отметить, что участились случаи продажи поддельных диагностических карт. Гуавтоинспекторы предупреждают, что за подделку такой карты, а также ее последующее использование, предусмотрена уголовная ответственность по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печати и бланков». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев. Данные диагностической карты выявляются по единой автоматизированной системе технического осмотра, по результатам которой диагностическая карта аннулируется. Об этом нам расскажет наш гость студии Алексей Кривошеев, начальник отделения технического надзора отдела регистрационно-экзаменационной работы управления ГИБДД Министерства внутренних дел по Республике Саха, Якутия, подполковник полиции. Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, что не считается изменением конструкции автомобиля? В соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, за номером ТРТС-018-2011, под термином внесения изменений в конструкцию транспортного средства понимается исключение предусмотренных или установка непредусмотренных конструкций конкретного транспортного средства, составных частей и предметов оборудования, выполненных после выпуска транспортного средства в обращении и влияющей на безопасность дорожного движения. Это так сложно звучит, поэтому я по-простому еще для телезрителя объясню, как автомобиль вышел с завода, то, что было предусмотрено заводом-изготовителем, так он и должен эксплуатироваться. Если вы что-то решили поставить по своей собственной инициативе, необходимо прежде всего изучить нормативные документы, как раз о чем мы сейчас говорим. А какие изменения требуют именно официального оформления? Все изменения в конструкцию транспортного средства выполнены, вот опять-таки, после выпуска транспортного средства с завода и когда оно вошло уже в обращение. Что можно тут конкретно? Что влияет на безопасность дорожного движения? Тут, например, если транспортное средство у нас заводом-изготовителем предусмотрено, что работает на сжиженном топливе, вернее, на бензине, то если мы переходим на газ, на сжиженное топливо, газобаллонное оборудование необходимо соответствующе установить. Ну вот самое распространенное, это изменение конструкции, установка ГБО. Соответственно, уже необходимо проводить эту процедуру внесения изменений в конструкцию. А каким образом можно зарегистрировать изменения в конструкции автомобиля? Ну, этот механизм конкретно законодателям разработан, принят. Для приведения в соответствии с установленными требованиями и внесения дополнительного оборудования в регистрационные документы, необходимо пройти процедуру изменения конструкции транспортного средства согласно требованиям, утвержденным правилами внесения изменений в конструкцию, находящиеся в эксплуатации колесных транспортных средств, которые утверждены у нас постановлением правительства Российской Федерации от 6 апреля 2019 года номер 413. Там конкретно вот это все расписано. Все, если опять же таки для водителей, для автолюбителей объяснить, все делается в два этапа у нас прописано. Первый этап – это получение разрешения на те или иные внесения изменений в конструкцию. Идет через нас, через госавтоинспекцию. То есть мы – орган, который рассматривает ваше заявление и, соответственно, дает разрешение. И второй этап – это уже когда непосредственно у нас производятся те или иные изменения в конструкцию. И уже тогда оценка идет тоже, опять же таки, конечный этап – это выдача свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям безопасности. Опять обращайтесь к нам. Все эти две государственных услуги оказывают у нас госавтоинспекции органы на местах. Что такое реестр заключений технической экспертизы? Ну, по-простому говоря, реестр – это сервис. Сервис, который разработан Министерством экономического развития. Создан как раз таки для того, чтобы нам, сотрудникам госавтоинспекции, было легко и доступно в режиме онлайн проверять те документы, которые подготовила лаборатория. Это заключение, предварительное заключение о внесении изменений в конструкцию. И уже протокол конкретно о безопасности транспортного средства, снесенными в конструкцию изменениями. Два документа. Вот это мы используем, этот сервис. И если у гражданина, который решил получить государственную услугу, не оказывается в реестре этих документов, то мы вынуждены отказать. Это одно из оснований для отказа в проведении, оказании этой государственной услуги. А какая ответственность предусмотрена за нарушение, за внесение изменений в конструкцию? Да, тут немножко подробнее я остановлюсь, потому что у нас действительно очень часто допускаются такие нарушения. Граждане переоборудуют свои транспортные средства в нарушении требований вот этих нормативов. Недопустимое иногда переоборудование производят. И, соответственно, есть у нас кодекс административных правонарушений, за который статьей 12.5, частью 1, предусмотрена административная ответственность. Это в виде предупреждения или штрафа в сумме 500 рублей. Кроме того, в соответствии с федеральным законом о полиции, к нарушителю выдается требование о прекращении противоправных действий. Определяется срок, обычно это не более 10 суток. И, соответственно, если гражданин, лицо, которому выдано соответствующее требование, не исполняет это требование, то уже у нас привлекаются те граждане по части 1 статьи 19.3. Это у нас выносит судья это решение. Там административный штраф или арест до 15 суток. Кроме того, согласно статье 20 федерального закона 283 о регистрации транспортных средств, у нас прекращается государственный учет транспортного средства в случае, если в конструкцию транспортного средства внесены изменения. То есть они не соответствуют сведениям, указанным в документах, идентифицирующие транспортное средство. Ну, за исключением, опять же, таких случаев, когда все делается законно, уже получено разрешение, уже идет процедура оформления, тогда мы регистрацию, конечно, не прекращаем. По автобусам, если сказать, это наиболее часто нарушение. Это установка дополнительных сидений, непредусмотренных конструкцией транспортного средства. Это установка световых приборов, опять-таки, дополнительных, тоже непредусмотренных конструкцией транспортного средства. И, если сказать по легковому транспорту, то мы прекращаем регистрацию за внесение изменений в систему выхлопа отработавших газов. Ну, и там смотрим все в совокупности. Колеса нельзя менять, которые предусмотрены заводами-изготовителем. Нельзя снимать ремни безопасности. Нельзя ставить что-то дополнительное, что не предусмотрено конструкцией, которая может повлиять на безопасность дорожного движения. А наиболее часто по государственным услугам у нас идет обращение, это установка газобаллонного оборудования, установка дополнительных багажников устанавливают люди, лестницы устанавливают люди. Также меняют бампера. В случае поломки пластикового штатного бампера устанавливают усиленные бампера, железные такие. В принципе, это допускается, если оно не противоречит положениям технического регламента. Это все проверяется. Алексей Евгеньевич, благодарим вас за развернутую информацию. А мы продолжаем наш эфир. Кто такие юидовцы и чем они занимаются? Юид расшифровывается как «Юные инспекторы движения». Эта организация зародилась в далеком 1973 году. Но основные ее задачи со временем мало изменились. Ребята по-прежнему изучают правила дорожного движения, а также делятся своими знаниями с другими детьми. Юид сегодня – это более 400 тысяч детей в возрасте от 8 до 18 лет. А о том, как и чем живет юид в Мегино-Кангаласском Улусе, расскажут наши коллеги. Отряд юных инспекторов движения – это творческое объединение школьников, которые помогают в школе в организации работы по профилактике детского дорожного транспортного травматизма. Юные инспекторы Нижнебестяхской школы имени Михаила Егоровича Попова пропагандируют правила дорожного движения среди учащихся своей школы. Мой отряд юид участвует в разных акциях. Мы раздаем листовки водителям, чтобы они были осторожны за рулем, пристегивали ремень и были внимательны за рулем. Мы участвовали в улусном конкурсе «Безопасное колесо». Заняли призовое место. Юные инспекторы движения изучают правила дорожного движения, учатся управлять велосипедом и оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП, а также участвуют в различных социально значимых акциях и мероприятиях госавтоинспекции. Наш отряд проводит конкурс рисунка по правилам дорожного движения. И даже у нас проводятся акции «Засветись». Проводим акции, чтобы у всех детей были светоотражательные элементы. Мы юные инспекторы дорожного движения. Закон улиц и дорог – это правила дорожного движения, которые обязаны знать каждый школьник и взрослый. Правила дорожного движения предотвращают от аварии и сохраняют жизни людей. Соблюдайте им, друзья, нам без них никак нельзя. Пешеходы и шоферы – правила дорожного движения. Пешеходы и шоферы – правила дорожного движения. Очень огромное и большое количество транспорта появилось. Движение стало очень сложным. Поэтому наше движение юидовское помогает детям хорошо ориентироваться на дорогах, чтобы они более безопасно вели себя на дорогах. Около 60 детей работают в организации ЮИД. Работа проводится по изучению правил дорожного движения в нашей школе. Дети заканчивают и получают свидетельство об окончании водителей категории «Б». С этого года мы намереваемся еще начать новое обучение водителей мотоцикла категории «А». Сегодня на территории Мегина-Кангасского района функционирует 8 отрядов юных инспекторов дорожного движения. Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма является одним из направлений деятельности Госавтоинспекции. Сотрудники Госавтоинспекции для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма проводят различные профилактические мероприятия на территории республики и района, проводят месячники БДД, но это не является эффективным, так как детям нужна именно непрерывная деятельность, непрерывное обучение по правилам дорожного движения. В ресурсном центре по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, который имеется на базе транспортного техникума, тоже имеется соответствующий отряд среди студентов, и он называется студенческий отряд инспекторов дорожного движения. С ними мы тоже активно сотрудничаем, проводим со студентами различные акции, направленные на пропаганду безопасности дорожного движения. Уважаемые учителя, уважаемые родители, если вы хотите, чтобы ваши ученики, ваши дети строго соблюдали правила дорожного движения и уверенно находились на дорогах, отряд юных инспекторов движения – самый короткий путь к этому. Для профилактики детского дорожного транспортного травматизма в школе, где обучается свыше 600 школьников, роль отряда юных инспекторов движения немаловажна. С раннего возраста у детей необходимо воспитывать сознательные отношения к правилам дорожного движения, которые должны стать нормой поведения каждого человека. Зоя Герасимова, Мигнат Англанский, УЛУС. Ну а сейчас я с удовольствием хочу приступить к любимой многими нашими телезрителями рубрики, где горожане проверяют свои знания о правилах дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а сегодня ответит на них телеведущий Павел Танин. Привет! Привет! Павел, скажи, какой у тебя стаж вождения? Ну символично, что вот-вот в эти дни будет ровно 10 лет, как я получил водительское удостоверение. То есть 10 лет назад ты сдавал экзамен ГИБДД? Да, и слава богу, что с этого года вот эти... Если в этом году нужно было их продлевать 3 года, можно не продлевать, но, видимо, от вашего теста я уже не уйду. Посмотрим, насколько знания просеялись за это время у меня из головы. Ну, значит, это судьба. Давайте начнем. Итак, будет 10 вопросов. Первый уже на экране. Итак, знаки предупреждают вас о том, что варианты ответов. На протяжении 150 метров возможно появление пешеходов на проезжей части. Второе. Через 150 метров находится пешеходный переход. Третье. Через 150 метров находится пешеходная дорожка. Так, ну, я все-таки склоняюсь к тому, что на протяжении 150 метров возможно появление пешеходов на проезжей части, потому что знак предупреждающий, красненький. И да, скорее всего, это 150 метров, да, неожиданное появление пешеходов. Неожиданный пешеход. Неожиданный пешеход. Вариант номер один. Принято. Следующий вопрос. Какие из указанных знаков запрещают движение транспортных средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км в час? Варианты ответов только В, второй вариант только А, третий вариант А и Б. На автостраде точно меньше 40 км в час ездить нельзя, поэтому А точно, ну, В это у нас такой знак рекомендации, скажем, что оптимальная скорость движения 50 км в час. А вот что значит Б, я, ну, да, признаюсь, я не помню, поэтому пускай будет только А. Вариант ответа второй. Принято. Следующий вопрос. Можно ли вам выполнить обгон при наличии данной разметки? Варианты ответов можно. Можно. Второй вариант. Можно, если скорость трактора менее 30 км в час. И третий вариант. Нельзя. Ну, это интересная разметка. Я ее часто встречаю и часто думаю, а что с ней можно делать? Ну, тут я по своему ощущению скажу, я не скажу, что я помню теоретически, что это значит, но как бы с моего направления вроде как ее пересечь можно, поэтому пускай будет можно. Вариант первый. Принято. Следующий вопрос. В каких направлениях регулировщик разрешает вам движение? Варианты ответов прямо и направо, только прямо и во всех направлениях. Только прямо. Только прямо. Вариант номер 2? Да. Принято. Следующий вопрос. По какой траектории вам разрешается продолжить движение? Варианты ответов только по А, только по Б, по любой из указанных. Так, ну, учитывая, что знак показывает вот туда-сюда, туда-сюда езди, получается, скорее всего, посередине полосы она имеет, ну, реверсивный ход, и непонятно, в каком состоянии у нас сейчас находится, либо влево двигается, либо вправо, поэтому вариант B, то есть... Вариант номер 2, только по траектории B. Я не ошибусь, я надеюсь. Принято. Следующий вопрос. Можно ли вам после опережения грузового автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Варианты ответов нельзя. Можно. Можно, если вы управляете легковым автомобилем. Можно, если управляете легковым автомобилем. Вариант 3. Вариант номер 3. Справа грузовик, да, едет? Справа грузовик. Следующий вопрос. Разрешено ли вам выехать на перекресток, за которым образовался затор? Варианты ответов. Разрешено. Запрещено. Разрешено, если вы намерены выполнить поворот. Вообще, в затор ехать запрещено категорически. И каждый раз, когда приходится это делать, я испытываю дичайшие угрызения совести. И вот таким взглядом вечно смотрю на тех, кто в затор едет, учитывая, что можно объехать его. Поэтому разрешено, если намерены выполнить поворот, ну или разворот, на крайний случай. То есть туда прямо в него ехать нет. Принято. Вариант номер 3. Следующий вопрос. Водителям мопедов разрешено двигаться. Варианты ответов. Это вот вроде и обочина подходит, и подходит проезжая часть, правый край. Но представим, что существуют полосы для велосипедистов, которые находятся на проезжей части, и тогда ответим вариант 4. Вариант 4. Принято. Следующий вопрос. Способ разворота с использованием прилегающей территории слева, обеспечивающей безопасность движения, показан. Вариант ответов только на правом рисунке, только на левом рисунке, на обоих рисунках. Я предположу, опять же, буду рассуждать логически, то, что вариант 1. Почему? Потому что если вариант 2 использовать, вот ты заворачиваешь на прилегающую территорию, а вот эта зеленушка сверху, она может быть засажена деревьями, и обзора будет мало для машин, которые двигаются по направлению. Начнешь задним ходом выезжать на проезжую часть, и в тебя кто-нибудь въедет. То есть в первом случае шансов того, что тебя заметят, своевременно больше. Поэтому пускай будет только левый рисунок. Вариант номер 2. Только на левом рисунке. Принято. Следующий вопрос. Кому вы обязаны уступить дорогу при повороте налево? Вариант ответов только легковому автомобилю, только автобусу и никому. Я еду по главной дороге, я продолжу ехать по главной дороге. Автомобиль слева, он с главной дороги съедет. И, соответственно, автобус, он тоже с неглавной дороги заезжает. У него, значит, должен быть знак «Уступи дорогу», то есть ему я не уступаю точно. Так, но до перекрестка мы, в принципе, на равнозначных дорогах для друга с автомобилем находимся. Я для него буду являться помехой справа, поэтому, наверное, никому я не уступлю. Вариант третий. Да. Ну что, это был последний, десятый вопрос. На все вопросы ответил Павел Танин. Ну а сейчас передаю микрофон Егору Никифорову, преподавателю учебного центра «Фаворит» для разбора ответов. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас будем проверять ответы Павла. Так, на первый вопрос Павел неправильно ответил. Будет второй ответ, правильный ответ. Через 150 метров будет просто пешеходный переход, говорят. Второй ответ правильный. Б-знак называется «Дорога для автомобилей». И там действуют такие же правила, как при движении по автомагистралям. И поэтому правильный ответ А и Б. На этот вопрос Павел правильно ответил. С нашей стороны прерывистая линия. Обгон нам разрешен. Можно. В этой ситуации регулировщик нам разрешает прямо и направо. Первый ответ. На этот вопрос Павел правильно ответил. При повороте направо. В первую правую полосу заезжаем. На реверсионную полосу сразу не заезжаем. Вне населенного пункта, если никого нету, можно двигаться только по правой полосе. По левой дальше двигаться нельзя. На этот вопрос Павел правильно ответил. В пробку заезжать нельзя. Но можно для поворотов направо, налево и для разворота. Мопеду во всех этих местах двигаться можно. Вот, например, велосипедная полоса, она как раз бывает именно на проезжей части только. Вот, где тротуар лежит, там велосипедная дорожка бывает. Это разные ситуации. И вот по полосе для велосипедистов мопед тоже может. Четвертый ответ во всех местах может. И вот на этом вопросе ошиблись тоже. Ошиблись. Правильный ответ на правом рисунке. Должны меньше двигаться задним ходом. Безопасность увеличивается. В этом случае никому не уступаем. Мы главные для легкового. Мы сами помеха справа. Никому не уступаем. Правильный ответ. Итого Павел ответил из 10 вопросов правильно на 5 вопросов. Половина. 5 ошибок, 5 правильных. Половина верных. Ну, в принципе, вот я прокололся на тех местах, с которыми не сталкиваешься. То есть знак автомобильная дорога и так далее. Хорошо, что додумался гипотетически представить велосипедную полосу на проезжей части. Это меня тоже спасло. Ну, конечно, есть многое, что подстягивать в своих знаниях. И скоро, видимо, придется это делать. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте осторожны, внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин